Питание За последние 100 лет мы численно удвоились, утроились, и численность населения резко растет, однако наши ресурсы остались прежними. 70 лет назад, к 1945 году, Земля за короткий период времени пережила две мировые войны, Великую депрессию, а также многочисленные конфликты, голод и стихийные бедствия. Вторая мировая война поставила под угрозу продовольственную безопасность более половины населения мира. Тогда пришло понимание, что мы все звенья одной цепи. Тогда же, в Квебеке, в Канаде, 44 государства основали ФАО. Первое и самое крупное учреждение ООН. Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Сэр Джон Бойт Ор, первый генеральный директор ФАО, выдающийся специалист по вопросам питания, лауреат Нобелевской премии сказал. В то время каждый третий из нас страдал от голода и недоедания. Несмотря на то, что численность населения за это время утроилась, число голодающих снизилось до каждого девятого на планете. Мы можем стать поколением нулевого голода, обеспечив достаточное количество пищи для всех, пищи, богатой питательными веществами, даже если численность населения продолжит расти так же быстро. ФАО является нейтральным форумом, на котором представлено сейчас большинство стран. Все вместе мы сможем изменить систему и искоренить голод без ущерба для наших экосистем и биоразнообразия. За последние 70 лет многое изменилось. Но мы все вместе, мужчины и женщины, можем объединить открытия современной науки с нашими традиционными знаниями в области сельского, лесного и рыбного хозяйства и сделать эти знания и этот опыт доступными для всех. Эти знания позволили нам полностью искоренить чуму крупного рогатого скота, уничтожавшую целые стада, и взять под контроль вирусные заболевания других животных. Вести борьбу с вредителями, не полагаясь на чрезмерное использование пестицидов. Регулировать рыболовство в соответствии с кодексом ведения ответственного рыболовства. Снизить воздействие от нашествия саранчи при ее перемещении из одной страны в другую. Разработать международные стандарты по безопасности продуктов питания кодекс Алиментариус. Заключить международный договор о генетических ресурсах растений. Осуществлять контроль над глобальным сбором и хранением семян. Будь то с помощью современных научных методов или вековых традиций. Опыт и знания, собранные в ФАО, доступны для всех, чтобы научиться чему-то новому и использовать их на практике. Они доступны не только в штаб-квартире ФАО в Риме, но и в представительствах ФАО в различных странах, а также их передают эксперты, прошедшие обучение, вернувшиеся в свои страны, чтобы помочь людям, помочь самим себе. ФАО тесно сотрудничает с правительствами и гражданским обществом, чтобы решить экономические производственные проблемы и проблемы, связанные с распределением и хранением, с которыми сталкиваются страны во времена спадов и подъемов, и посоветовать им, как повысить устойчивость, чтобы сгладить последствия стихийных бедствий. ФАО использует самые современные технологии, в том числе и дистанционное зондирование, чтобы как можно раньше предупредить о вероятных чрезвычайных ситуациях и засухе, и помочь смягчить их последствия. Мы также содействуем внедрению новых методов ведения сельского хозяйства, чтобы избежать чрезмерной эксплуатации земли, чрезмерного вылова рыбы и бесконтрольной вырубки деревьев, чтобы планета могла поддерживать нас в будущем. Наши мандаты продолжаются так необходимы, как когда мы начали в 1945. Дарь ембану на всех, трансформировать ембану на диреки, для всех. И теперь, больше не никогда, с эффектом климатичного изменения, ФАО существует, чтобы сделать мир лучше. Для всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok